Люди Торжественная церемония вручения городам-героям Российской Федерации «Мечей Победы» объявляется открытой. Вносится знамя Победы! Субтитры создавал DimaTorzok Слово предоставляется председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Дорогие наши глубоко уважаемые ветераны, дорогие друзья, позвольте прежде всего поздравить вас с наступающим Днем Победы. 9 мая 1945 года остается для всех нас самой дорогой датой, датой истории, самой дорогой для каждого жителя нашей страны. Примечательно, что с годами этот день не отдаляется от нас. Величие Победы не меркнет с годами. Четыре долгих военных года наша земля была огромным полем ожесточенных сражений. Бои шли за каждый город, каждую улицу, каждый дом. И долг нынешних поколений увековечить память об этой великой эпохе и передать ее будущему. Сегодня нам выпала почетная миссия вручить в Совете Федерации российским городам-героям памятные символы, уникальные мечи Победы, изготовленные великолепными мастерами-оружейниками из Златоуста. Этой чести удостоены 9 городов, хорошо известных своим боевым прошлым. Москва, Волгоград, Керчь, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула. Мы рады приветствовать в стенах Совета Федерации уважаемых руководителей этих славных городов и регионов. Такие мечи уже переданы городам-героям Братской Белоруссии, Минску и Бресту. Уверена, придет время, и мы вручим эти символические знаки городам-героям Киеву и Одессе, как дань уважения и памяти героев, которые защищали их и отдали жизнь за нашу общую победу. К награждению приглашаются глава администрации города-героя Тулы Евгений Васильевич Авилов. На церемонии присутствует губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев, председатель Тульской областной думы Сергей Алексеевич Харитонов, участник Великой Отечественной войны Алексей Андреевич Швецов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...